Ввиду ужасающих масштабов распространенности в нашем обществе такого явления, как колдовство, хотелось бы несколько слов сказать об этом. Это один из смертных грехов, которые называются один из семи смертных, приближенных к неверию, к куфру грехов. Каким образом эти люди получают распространение? Распространение получают лишь благодаря спросу. То есть люди, которые из числа женщин, как обычно, считают, что один раз можно, наверное, к ним обратиться, потому что у меня такая ситуация, что здесь мне может помочь только колдун, только гадалка и так далее. И при этом даже не догадываются, к кому они обращаются. Во-первых, эти люди, сахара, колдуны, обретают эту способность, когда они вступают в союз с шайтанами. А в союз с шайтаном, то есть наилучшим союз между этими двумя людьми, то есть между этими двумя существами происходит, тогда, когда совершается наиболее тяжкий грех, наиболее тяжкое вероотступничество. Чем тяжелее грех вероотступничество, тем сильнее союз между этим колдуном и этим шайтаном. И тогда эти злые силы, эти колдуны вместе с этими шайтанами берутся за свое дело. И вы, которые решили обратиться к их услугам, вы отправляетесь прямой дорогой к шайтану. Вы отправляетесь к тому человеку, который находится всегда рядом с шайтаном. Разве можно ожидать блага или же какого-либо успеха от сатаны, от шайтана? Тем более, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит, «Лайса минна мансахара ау сухира лаху, аутакахана ау куина». То есть не будет из нас тот, который колдует и для которого колдует. Или же тот, кто предсказывает и тот, для которого предсказывает, сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, в хадисе говорит, «Тот, кто обратится к прорицателю, спросит у него о чем-либо и поверит в то, что он скажет, не будет у него принята молитва в течение сорока дней. Скажите, пожалуйста, что может быть важнее в нашей жизни, чем поклонение Всевышнему Аллаху? Что может быть ценнее одного ракаата? Обязательной молитвы. Если вы намерены обратиться к этим людям, к их услугам для того, чтобы узнать там что-то, или же заставить кого-то что-то сделать, и тем самым обрекая себя, как минимум, если не говоря о вероотступничестве, есть хадисы, которые говорят о том, что те люди, которые к ним обращаются, выходят из ислама, совершая столь тяжкий грех, вызывая столь тяжкий гнев Всевышнего Аллаха, чего вы можете добиться в этой жизни? Какой может быть у вас успех? Если у вас в жизни, если в жизни вы оказались в такой ситуации, в которой вы начинаете думать о том, что ваши проблемы может решить какая-нибудь гадалка, или же какой-нибудь колдун, вы хотя бы обратитесь к какому-нибудь имаму, алиму, ученому, попросите у него хоть совета, что в данной ситуации вам сделать. Я уверен, будет тысяча способов решения ваших проблем, прежде чем отправляться туда. Я больше всего обращаюсь к тем людям, которые обеспечивают спрос этим колдунам. Больше всего виноваты те люди, которые к ним обращаются, обращаются толпами, платят им еще деньги за их услуги. И таким образом человек мусульманин или же мусульманка обращается к тому человеку, так называемому, который вступил в тесный союз с шайтаном. Даже если вы, допустим, даже если вы вас удовлетворили, решили какую-то вашу задачу, нет, это вам не принесет в Аллахе, не принесет счастья, не принесет вам это успеха. Не говоря уже о том, что вы с того момента оказываетесь под гневом Всевышнего Аллаха и под его проклятием, непременно это отзовется очень тяжкими последствиями. И коснется, если сегодня вас это не коснется, это коснется вашего, ваше потомство, ваш род. Поэтому побойтесь Всевышнего Аллаха. Не приближайтесь, даже не вздумайте обратиться к таким людям. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит И не будет счастлив, колдун, говорит Аллах в Священном Коране, куда бы он ни пошел. Как может сделать счастливым вас тот, кого Всевышний Аллах обрек на вечное несчастье? Вы подумайте об этом. В Священном Коране Всевышний Аллах говорит, не будет счастлив колдун, говорит Аллах, а вы идете к нему за решением своих проблем. К этим мерзким существам, которые стали врагами Всевышнего Аллаха и его посланника, которые заслужили только проклятие Господа Всевышнего Аллаха и его посланника. Даже находиться рядом с такими людьми – это уже несчастье. А вы отправляетесь. Еще записываются, наверное, там на очереди, и еще платят им за это. Поэтому пока не поздно. Те, кто имели визит к подобным существам, нужно раскаиваться, сделать таубу. А ведь этот тяжкий грех входит в число семи тяжких смертных грехов. Нет большой разницы между теми, кто совершает этот грех, и между теми, кто пользуется их услугами, между теми, кто посещает их. В хадисах посланник Аллаха, саламу, приравнил и тех, и этих. Пусть Всевышний Аллах простит нам наши грехи и наставит нас всех на истинный путь. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва бараката. Ассаламу алейкум ва бараката.